Здравствуйте! В эфире телеканала 24КЗ Парламент. Программа о деятельности главного законодательного органа республики. Меня зовут Адиль Нуртай. Сегодня в Нижней Палате Парламента состоялось пленарное заседание, в ходе которого Мажелис одобрил в первом чтении проект закона о реабилитации и банкротстве с сопутствующими поправками. Документ перед депутатами уже в новом качестве министра финансов презентовал Бахыт Султанов. Так вот, что касается новшеств этого законопроекта, то кредиторам переданы права по согласованию всех бизнес-процессов при проведении процедуры банкротства. И в этой связи коммунист Турсумбек Омурзаков посетовал на низкие пороги задолженности, позволяющие кредиторам возбудить дело о банкротстве. Налоговики могут возбудить дело о банкротстве при задолженности 150 МРП. Другие кредиторы могут возбудить дело о банкротстве при задолженности 300 МРП. Почему не были повышенные пороги задолженности для возбуждения дела о банкротстве? Потому что этим очень много запотребляют налоговики. Очень правильный вопрос. Должна быть грань между предоставлением возможности предприятиям быстрее оздоравливаться. Вот этот вопрос мы смотрели и международный опыт во всём мире. Наши пороги в принципе соответствуют тем порогам, которые предусмотрены в ряде других стран. И мы считаем, что надо начать с этого процесса, собрать статистику. И если будут проблемы, вы назвали, что налоговики могут быть возбудителем этих неправильных процессов. Но эта работа уже, наверное, и мне, как министру, и в целом правительству по совершенствованию внутренних бизнес-процессов в налоговой системе. У нас есть комплексная программа по сокращению теневой экономики, по борьбе с коррупцией. В рамках этой работы, конечно, мы будем проводить соответствующие меры. Потому что порог для рынка очень важно, чтобы эти пороги были оптимальны. Они, в принципе, просчитаны. И по мере реализации, по мере получения новой статистики по новому закону, мы, конечно, можем возвращаться к этому вопросу. Тему, затронутую представителями Коммунистической народной партии Казахстана, поддержали и депутаты от партии Ахзол. Но уже более детально Азад Первашев заявил, что его партия против того, чтобы передавать функции банкротства в ведение налогового комитета. При нынешнем положении, когда у налоговиков нет функции самого банкротства, но есть право обращения в суд по институту по банкротству, даже в этом случае уже есть более 60 случаев, когда предприятия, работоспособные, платежеспособные банкротились. При том, что суммы их задолженностей были меньше их активов. Причём было несколько случаев, 3 или 5 случаев, когда предприятия были обогротчены, при том, что сумма задолженности составляла менее 1% от их активов. То есть мы убивали работоспособные предприятия, людей оставляли без работы, бюджет оставляли без платежика налогов. Ради чего? Вот эти схемы как раз мы считаем, и есть такое предположение в убийстве общества, используется в том числе и для рейдерства, о котором вы сейчас говорите, что это против рейдерства. Как раз она порождает такие схемы, которые позволяют осуществлять недурочный захват предприятий. Знаете ли вы о таких случаях? И если знаете, то почему всё-таки были отклонены предложения партии Ожол об отказе от передачи данной функции в виде налогового комитета? Те факты, которые вы назвали при действующем законодательстве, они многие вещи уже уходят с возникновением новых норм. Ну и я уже сказал, что над самими процессами по борьбе с коррупцией мы будем работать и обязательно это будем делать, конечно же, и с фракцией, и с партией Ожол, и с Атамикеном мы будем выстраивать эту работу. Спасибо. Также из законопроекта исключена процедура внешнего наблюдения и введено обязательное проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности должника на стадии рассмотрения судом дела о банкротстве. На этом наше время подошло к концу. Смотрите программу «Парламент» каждый день в эфире круглосуточного информационного телеканала 24КЗ. И вы узнаете ещё много важного и интересного из жизни главного законодательного органа республики. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова